Знакомы ли вы вообще с литературой, поэзией, прозой? Я думаю, знакомы, раз пришли сюда. Пожалуй, не буду многословен, но все же завтра будет наступать 8 мастр. Когда-то Клара Цеткин и Роза Люксембург учредили этот замечательный праздник в столь любимой нами прекрасной половине человечества. Ну что ж, один из лучших образчиков, я попрошу на сцену к нам Капукай. Друбая лесть! Здравствуйте! Я, пожалуй, не сядусь, если вы не видите себя против. И начну со стихотворения, которое я написала как послание девушкам, но, пожалуйста, не понимайте его буквально и не воспринимайте его как какой-то, я не знаю, какой-то для вас посыл, позыв и так далее, потому что написано оно все-таки с иронией и с хорошим настроением, поэтому я надеюсь, вы не воспринимаете его как это предвзято. Это не то столетие, рыцари не ищи, парни здесь сплошь сквернословят и зубоскалят. Можешь задуматься и поискать причин, только, скотин, слова твои не исправят. Им не дарю улыбок, не пожимай руки, честности и джентльменства, увы, не в моде. Сколь отношения не были бы легки, найдется один, кто первым из них выходит. Можешь перечить, злиться, протестовать, можешь зарыться в кучу своих сомнений, только на Бога смысла уж не троптать, поэтому будьте аккуратны в подборе решений. Ты посмотри на улицы, там и тут толпы таких, что для них чистота и нежность вытопчут, вымочат, выматерят, сотрут, заставят терпеть их в крики и быть поприлежными. Что для них твои слезы и истеричный смех, они видят себя, и других им не надо героев. Им нужна только девочка, так, для ночных утех. Неужели не хватит с тебя этих шумных боев? Мой совет тебе, не ищи, идеалов нет. Ну а если уж край достанет, захочешь убить по веса, то ты можешь в новом выборе преуспеть. Нету рыцарей, ну тогда уж ищи принцессу. Следующее, пожалуй, будет более грустное, печальное. Такое, что можно поплакать, но лучше не надо. Это же дома. В таких, как я, не влюбляются, на таких не женятся. В таких не целуют нежных мильной ночи. Тебе не понравится, мальчик, такая девица, Которая что кричит и что не кричит, она все равно никуда от тебя не денется. Настолько сильно к себе ее приручил. С такой не найдешь ни страсти ты, ни веселости, Ни бой, ни посуды, ни шабаши по ночам. Такой бы вечно сидеть, тебе гладить волосы, Пока ты целуешь ей родинки на плечах. Чтобы тебе все высказать, не хватит голоса. Прошу, посему, возьми себе роль палача. Проигнорируй все принципы или правила. Убей в ней любовь, ведь самой ей не хватит сил. Не мучай себя, ты ведь знаешь, что это правильно, И у нее разрешение не проси. Лишь память ту, что она о себе оставила, Прошу, под сердцем своим всю жизнь пронеси. И как бы близко жизнь к ней тебя не ставила, Ее враг тому в душе своей вознеси. Старое стихотворение, которое, несмотря на то, что она старая, Я его на удивление люблю, Хотя оно местами сбивается, Ритм местами какие-то глупости, Но тем не менее близкое к сердцу и родное. Когда я брошу курить, и все блуждающие огоньки погаснут, Я расстрою все свои города руиной. Солнце будет гореть нереально, Прекрасные синицы полетят вдаль над равниной. Эта сволочь зима завершится, и не начавшись, И твои теплые объятия станут еще невиннее. Дети научатся делать бумажных змеев, И будут запускать их еженедельно. Я клянусь, что буду печь пироги, Буду готовить борщи и делать зарядку. Небо и солнце заставят нас одеть колпаки, Мы их оденем и скажем, Ну, лето, кончай беспорядки. Хватит шалить, не держи на нас зла. Мы тебя любим, да и ты нас вроде тоже. Так отчего же сейчас и на все века Стали с тобой мы отчаянно не похожи. Солнце обдаст нас горячим дыханием своим, Словно накинет на плечи лоскутное одеяло. В лоб поцелует нас пламенный Серафим, Папа рекрыл подарит. И будет мало мне и тебе, И другому из всех неба, Того, что над огненной головою. Мы позабудем землю, И без утех в дальние дали отправимся. Я с тобой. Это, пожалуй, стихотворение, Которое было написано самое недавнее, скажем так. Но написано вследствие сердечных переживаний, Тому подобной фигни, Которое встречается в жизни каждой девушки, Очень часто. И с одной стороны, лучше бы, Чтобы оно не случалось в жизни девушки, Но, с другой стороны, это к лучшему. Заставляет задуматься и принять определенные решения. Разводит руками и боги, и доктора. Была как скала, Но поехала, поплыла. Их был миллион, Но сейчас им свои дела Важнее всех моих юношеских страданий. Ведь было все. Стержень внутренний, словно твердь, В мыслях ни разу не копошился Червь сомнений и прочих подлых, Отвратных черт. И не было этих вечных дурных скитаний. Сейчас же подобных опарышей Внутри тьма. Мысли чумны, дурацкая кутерьма, В сердце открылась маленькая тюрьма, А вокруг как будто война, Без знамен и званий. Не хочешь — не делай. Ах, если бы так легко Отбросить все это прокисшее молоко Из слов и эмоций. Знакомься, я лишь никто. Я старый король королевств, Что не носят названий. Я маленький карлик, Сидящий в твоих ушах. Коль хочешь избавиться, Стоит ускорить шаг. Я сон наяву, Я рассерженный падишах, Что мигом убьет, Не услышав ответных признаний. Теперь мне причиной злость, Мне оружием — язык. Мой маленький мир не умер, Но шум утих. И я упускаю на волю Сотню борзых, Что гонят тебя до межи, Свой темп нарастая. И если хочешь спастись, Все в твоих руках. Подумай, переосмысли, И сделай так, Чтоб я вмиг забыла, Что есть где такой простак. И я отпущу, Не пустив за тобой хвоста, И позабуду нежность твоих касаний. Следующее стихотворение, Которое я прочитаю, Это стихотворение было посвящено Моей лучшей подруге, Веронике Петре, По машине ручек. Вот. Когда у нее был тяжелый период, И я хотела ее поддержать. Ну же, детка, Устроим шоу, Побей посуду и льчи-то лица, Ты не копайся в себе И снова подумай, Пусть все само случится. Не лезем в душу, Не будь хорошей, Коль захотят, Пусть тебя боятся. А если полюбят, Не тычься кожей, Дай мне еще хоть шанс Облажаться. Моя дорогая, Не будь хорошей, И не целуй мерзавцам к лечице. Тебя вот бросит какой-то Сережа, Но потом слишком долго лечиться. Ты не носила свои же нервы, Не думай, Как же я всех достала. Не жди соловьев Нежной песней первой. Засни, родная, Ты слишком устала. Следующее стихотворение. Я думаю, У каждого в жизни Бывают такие моменты, Когда в какой-то момент Тебе кажется, Что ты любишь человека Больше, Чем просто хорошего друга И просто товарища какого-то, А именно как свою половину. Но в какой-то момент Ты понимаешь, Что эта половина Не в любовном плане, Эта половина В каком-то плане духовном, В плане действительно С этим человеком Ты чувствуешь себя целостным. И тебе не хочется Никаких-то там Излишних нежностей И тому подобного, Что бывает в отношениях Именно интимных, Любовных и так далее. А ты чувствуешь просто, Что человек твой, Но при этом Можно сказать, Очень хороший друг, Родной человек. Как фишки домино упали в ряд, Так мы с тобой Упали на кровати. Все мысли, Будто в кумьях Мокрой ваты, И лишь глаза Во тьме ночной горят. Нет ничего, Помимо теплых рук, Помимо запаха волос И кожи. С тобой мы внешне Слишком не похожи, Но помни, Зеркала безбожно врут. В душе мы копии. Одно лицо, Одни черты характера И взгляды. Твоей любви я, В общем, буду рада, Но не смогу носить Твое кольцо. Мы слишком вместе, Слишком уж срослись, Две части одного лишь сердца, Но если вдруг захочешь Ты согреться, Приди и к половине сердца Прикоснись. А дальше будет грустнота. Грустнота о том, Что мы очень часто Хотим услышать определенные слова, Но не имеем возможности И их услышать. И в конечном итоге Страдает. И пока они курили, Смеялись, Подтягивали коньяк, Перемалывали усиленно кости Мне, Всем подряд, Перешептывались И тихо шуршали фольгой, Я тихо спрашиваю, Которая на самом деле такой? Пересмешник И переломанный сердцеед, Безутешный лирик, Вечно слышащий Слова нет Или все-таки Нечто большее, Целый квартет В единственном Маленьком человеке. И если все так, То откуда реки Из-под опухших век? Ведь так часто мне говорят, Заменить тебя неким. Только веры все меньше, Меня забывают легко, Выбрасывают, Как прокисшее молоко, Сыпят солью на раны, Забираются в душу Пальцами глубоко, А потом улетают В дорогие страны. Эти девочки, Мальчики, Что же с них еще взять, Для которых жизнь, Простыня да кровать, Не успели о прошлом Погоревать, А уже с поцелуем Давновый омут. Только дай им Какой-нибудь повод. Они целятся метко, Взгляд их всегда с линцой. Что-то шепчут на ухо, Пальцами гладят шею, Только чувствуешь себя Будто бы под прицелом. Выжидаешь момент, Чтобы от них убежать, Рызцой. Я их видел немало, Но лучше бы не встречал. Этим людям не нужен Какой-то надежный причал. Не могу сказать, Что я сильно по ним скучал, Только каждый из них Меня как-то особенно привечал, А в конце каждый вешал петлю. Неужели так сложно? Я не желаю, Чтоб кто-то кричал. Я прошу одно слово. Люблю. Последнее стихотворение, Которое я хочу прочитать, Это стихотворение о том, Как должны юноши, Как они должны оберегать Своих вторых половинок, Милых дам. В преддверии праздника Это было стихотворение, Написано, как на путстве Одной моей знакомой паре В тот момент. И я хочу его сейчас вам зачитать. Зажигай ее, Зажигай, как священник свечу, В храме полном огня, Света запахаладана, Зашепчись ни о чем-то, Поглади ее по плечу И желание пусть будет ей Ровно в полночь загадана. Ты сведи ее, мальчик, Сведи поскорей с ума, Пусть любовь твоя будет ей Кокаин и опиум. И когда придет Белоснежная стерва зима, Будь для нее ты Горчащим горячим кофе. В общем, будь не во всем, Хорошим или плохим, Будь бандитом, Святым, миротворцем И гангстером. И поверь мне, Тихий ответ ее будет таким, Что вмиг крыша твоей головы Закружится в танце. Она будет твоим щитом, А ты ее крепостью. Она будет шептать по ночам Мой, а ты моя. И казаться простыми Будут жизни нелепости, Позабудутся все раньше Брошенные якоря. Я закончу свое поучение, Мой мальчик, Вот чем. Если вдруг уйдет У нее из-под ног земля, Помолись напоследок Любому святому отче И бросайся за ней, Если жить без нее нельзя. Спасибо.